МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместителем исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Москва Антоном Ивановым. Антон Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Антон Александрович, жители Хакасии знают вас как руководителя фонда капитального ремонта. Сейчас вы столичный житель, но тем не менее, как мы понимаем, ваша занятость сегодня неотрывно связана как раз таки с фондом капитального ремонта. Скажите, в чем все-таки заключается ваша работа? Ну, ассоциация была создана всеми региональными операторами страны, создана она при Министерстве строительства. Основная задача – это координация деятельности фондов и регулирование законодательных инициатив под нужды, под потребности и под системы капитального ремонта субъектов, потому что они у нас все разные. У нас формирование региональных систем отдано полностью субъектовым правительствам, законодательной ветки субъектовой власти. Поэтому мы поднимаем инициативу, ее оформляем, обосновываем и уже представляем в Совет Федерации, в Госдуму, в Минстрой и в дальнейшем уже видим те изменения, которые необходимы. Если говорить о нашей республике, как мы смотримся на фоне других регионов? Все ли у нас в порядке со сроком и качеством выполненных работ? Здесь задача всегда стояла – выполнять план на 100%, и он выполнялся ежегодно, поэтому в первой двадцатке стабильно находится у нас Хакасия. Единственное бывает, что не на первом месте по Сибирскому федеральному округу, но обычно и в Сибирском федеральном округе мы делали капитальный ремонт своевременно, и объемы работ, планируемые, соответствуют тем параметрам и требованиям, которые предъявляются к региональным системам. То есть объем работ в год должен быть не менее, грубо говоря, 1,30% от того, что запланировано. У нас этот показатель всегда выше. Если посмотреть на виды работ этого года, во многих регионах нашей страны в приоритете стоит замена лифтового оборудования. Скажите, а с чем это связано? Прежде всего это связано с ветхим состоянием лифтов. Они по 30-40 лет ходят без капитального ремонта, и те ремонты, которые проводятся, они носят поддерживающий характер. Поэтому ремонтировать их нужно, в связи с чем давно уже был достаточно принят в 2011 году технический регламент Таможенного союза. Это наднациональный документ, который распространяется на всех, в том числе и на Россию. В нем сказано, что до 15 февраля 2020 года все лифты должны быть приведены к требованиям, которые предъявляются в регламенте. Это по стране 74 тысячи лифтов. Но это нереально на сегодняшний день поменять все эти лифты. Это самое дорогое оборудование в доме под замену. Многим будет фондом это накладно. А вот смотрите, у нас с 2008 года идет замена лифтов. Раньше это делали по 185 федеральному закону по модели софинансирования. На сегодняшний день у нас объемы такие. В 2017 году это 18 тысяч лифтов. В 2018 году это 13 тысяч лифтов. На этот год порядка 28 тысяч в общей сложности тысяч лифтов к замене. Поэтому объемы растут. Региональные программы меняются как раз под эти задачи. И Хакасия не стала исключением. У нас прошли большие изменения. Всего у нас, по-моему, 548 лифтов требуют замены, которые отработали нормативный срок службы на сегодняшний день. Из них 120 уже заменят в этом году. Остальные 300 с лишним лифтов, 302, по-моему, они будут заменены в 2021-2023. То есть в следующем периоде реализации региональной программы. В связи с тем, что планы построены, но все равно к 2020 году он уже наступит достаточно скоро, регионы не успеют. Не успеют еще и потому, что успеть можно. Нужно увеличивать взнос. Увеличивать взнос на ту сумму, которая, я уверен, не устроит ни одного собственника. Поэтому мы с Минстроем проработали вопрос внесения изменений в техрегламент. И до 2023 года, скорее всего, всеми членами таможенного союза будет принято это решение, техрегламент продлит возможность эксплуатации. То есть на три года продляете? До 2023 года, чтобы уже не обижая людей, придется же сдвинуть другие виды работ, чтобы ставить лифт, деньги освободить. Чтобы не обижать других жителей, чтобы не исключать те ремонты, которые нужны покровливым инженерным системам, планово заменить все требующие замены лифтов. Скажите, но все-таки, если у рекоператора не хватает средств на замену лифтов, а в сроки нужно уложиться, может ли здесь быть какое-то софинансирование, к примеру, республиканского бюджета? Хороший очень вопрос. Вопрос софинансирования работ, он очень остро стоит сейчас и на федеральном уровне. Потому что главной задачей в сфере ЖКХ Минстрой сейчас видит повышение финансовой устойчивости как раз региональных систем капитального ремонта. И один из тезисов Владимира Якуша, министра строительства и ЖКХ, это если средствами собственников не обеспечены те обязательства, то есть объемы работ, то должны быть в субъекте предусмотрены соответствующие средства стимулирования, то есть субсидия на софинансирование этих работ. И насколько я знаю, в Верховном Совете Республики тоже об этом много говорили, делали заявку, там заявка была на 125 миллионов, как раз на то, чтобы сбалансировать систему так, чтобы объемы не уменьшать, а наращивать. В Хакасии по плану до конца этого года должно быть заменено 120 лифтов. И речь шла о какой-то программе по ускоренной замене лифтов. Расскажите, о чем вообще идет речь? Ускоренной заменой называется механизм переноса на более ранний срок. То есть, как у нас в Республике было в 30-х, 40-х годах стояла замена лифтового оборудования. Нашли критерии и механизмы, чтобы перенести их на 19-20, 21-22 года. Механизмов несколько. Во-первых, определение технического состояния и потребности в ремонте. Соответствующий критерий дому прибавляется, чтобы он в очереди мог передвинуться. А дальше источники финансирования. Здесь включается механизм факторинга. То есть, когда подрядчик выполняет работы в этом году, а расчет за эти работы происходит в течение 3-5 лет из плановых взносов собственников. Это позволяет нам не тратить сразу все деньги, а постепенно взносами рассчитываться за те работы, которые нужно срочно выполнить. Но опять же, здесь подрядчику, может быть, неинтересно сделать сегодня, а получить через 5 лет? Нет, подрядчик как раз получает средства сразу же от кредитной организации. Факторинг – это фактически, когда банк забирает обязательства у подрядчика, и потом уже банк получает ежемесячный взнос, ежемесячную оплату. То есть, тут подрядчик совсем не страдает, тут страдает цена. Цена неизбежно возрастет, потому что у нас есть процентная ставка, есть коэффициент инфляции, который будет учтен в конечной цене. Поэтому у нас в заключенном сегодня в Хакасии контракте этот механизм не используется. Там идет обычная рассрочка платежа. То есть, в 2019 году ремонт будет выполнен, постепенно региональный оператор в 2019-2020 году за него рассчитается. За счет этого у нас и самая низкая цена контракта. То есть, у нас один подъемник, один лифт в среднем обойдется где-то 1 млн 670-1 млн 700. Таких цен по стране сейчас нет. Красноярск торгуется 2,100, Башкирия 2,200, Хмау от 2,100 до 2,300. То есть, вот такие сейчас цены. Это связано с тем, что они давно подорожали. Подорожали и лифты, и работы. Нам удалось сохранить старую цену. Кроме того, что замена лифтового оборудования достаточно дорогая, она еще и трудоемкая. Скажите, а все-таки с какими сложностями сталкиваются подрядчики и управляющие компании при проведении вот такого вида работы? Главная сложность – правильно организовать эти работы. То есть, нужно максимально решить организационные вопросы до начала выполнения. То есть, это правильный план-график производства работ, учитывающий интересы жителей, чтобы они как можно меньше ходили пешком по периоду с момента отключения старого и запуска нового подъемника. Это и к документации требования, иначе не примет Ростехнадзор. Лифт будет смонтирован, все будет прекрасно. Если с документами будет что-то не в порядке, он его не введет в эксплуатацию. Это правильная утилизация старого лифта. Ну и, конечно, правила безопасности при производстве работ. С ними тоже необходимо всех жителей ознакомить. Но все-таки эти работы проводятся для жителей, как вы уже сказали. Они должны как-то участвовать в этом процессе, чтобы вы посоветовали жильцам дома, в котором проводят замена лифта? Несмотря на то, что у нас достаточно активное население в республике, у нас остается часть домов, где решение о капитальном ремонте принято было муниципалитетом. Это по закону, если собственники не выбрали сами. В этом случае уполномоченного со стороны собственников в комиссии по приемке не будет. Вот на любом этапе сегодня собственники могут определить уполномоченного, то есть войти в комиссию по приемке работ, участвовать в освидетельствовании скрытых работ, в приемке предъявлять замечания и так далее. Вот это как минимум собственники могут сейчас сделать. Но даже если они не соберутся на собрание, они могут своевременно сигнализировать, если их что-то не устраивает. На каждом доме есть стенд, где написан телефон куратора. Позвонили куратору, куратор оперативно выехал, либо в телефонном режиме и вопрос снял. То есть вот этот контроль хода выполнения работ не сможет же куратор быть там постоянно. Все равно это ответственность подрядчика, своевременно правильно выполнять работы, но что-то не понравилось, что-то по мнению собственников не так просто взяли, позвонили и вопрос решили моментально, не навредив никому. То есть вот здесь собственники могут значительно помочь себе. Антон Александрович, все-таки, как мне кажется, одной из основных проблем, которая стоит во многих регионах для многих фондов капитального ремонта, это собираемость взносов. От этого зависят и сроки, и оперативность, и количество, объем работ проведенных. У нашего региона неплохие показатели в этом направлении, но все равно не идеальные. Скажите, а как вообще в регионах борются с этой проблемой? Может быть на примере лидеров? Проблема решается одним путем. Необходимо собственников поставить такие условия, чтобы они оплачивали взносы на капитальный ремонт. Почему у нас не самый высокий показатель? Потому что активно судиться с жителями, это все равно неправильный путь. Люди должны увидеть, поверить. Конечно, у нас есть судебные прецеденты, региональный оператор взыскивает со злостных неплательщиков, которые там вообще не платили или платили последний раз год назад. Но массовая судебная работа, этот процесс можно поставить на рельсы. Но нежелательно. Нежелательно, потому что люди должны, еще раз повторюсь, увидеть, понять, что это нужно делать, что им в этом доме жить в дальнейшем. Поэтому здесь вот в Хакасии, мне кажется, оптимальный вариант выбран. К 90% собираемость подходит. Конечно, есть регионные лидеры, там 97-98%. Но все-таки почему там 98% собирают, здесь, к примеру, там где-то 60%? Вот в чем разница? Люди разные? Вот смотрите, лидер, например, Татарстан. 98% собираемость. Во-первых, там идет софинансирование обязательно. 50 на 50. Было всегда. 50% финансирует субъект, 50% софинансируют собственники. Ну и плюс у них система работает с 2005 года. То есть это давно устоявшийся платеж в едином платежном документе. То есть люди к нему уже привыкли? Да, люди к нему привыкли, они знают, за что они платят все абсолютно. Потому что там практически всех уже капремонт коснулся. Каждый дом прошел какой-то часть ремонта. Тульская область. Тульская область активно судится. Липецкая область аналогично. Московская область. Тоже Москва, Московская область, высокие показатели собираемости. У них единый платежный документ, и в него капитальный ремонт зашит. То есть по сути у собственников нет возможности. Эти механизмы тоже могли быть применены изначально у нас в Хакассии. Но это не всегда честно, на мой взгляд. Поэтому мы пошли путем разъяснения, чтобы люди сначала поняли, осознали. И у нас собираемость, поэтому она росла все время. Но пусть не такими темпами, но к нужным показателям мы приблизились. И вообще отрасль сейчас очень сильно изменяется. У нас сейчас будут большие изменения по газу. Все-таки возложить ответственность на обеспечение безопасности будет возложено на обслуживающие организации. Капитальный ремонт будет происходить. Но он будет происходить раз в 30 лет. А обеспечивать безопасность при подаче газа до потребителя в ежедневном режиме – это все-таки договорная обязанность обслуживающей организации. Вот сюда будут внесены изменения. Также блок изменений, вот я немножко сказал, в техрегламент будут внесены. Будет внедрен единый порядок организации выполнения работ для капремонта на спецсчетах. То есть сегодня пошла такая динамика, когда выполняют капитальные ремонты домофонов. Как бы это не тот вид работ, который должен финансироваться за счет минимального взноса. Поэтому предложен механизм формирования комиссии, проверки документации и только после этого оплаты со спецсчета. Антон Александрович, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин